МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С последними событиями к этому часу в студии телеканала Север Ольга Русул. Здравствуйте. И в этом выпуске. Ознакомившись с производственными показателями тепличного комбината Солнышко, глава региона отметил большую роль предприятия в обеспечении продовольственной безопасности округа. Предприятие выращивает большое количество зелени и овощей, которые поступают в магазины округа. Протяженность сезонной трассы на Ренмар-Тельвиско почти 6 километров. Сюда входит и ледовая переправа через протоку Казенная Виска. Пока в регионе стояли морозы, по зимнику можно было проехать транспорту с массой до 20 тонн. Однако первое потепление принесло и первые трудности. Любители снегоходной техники поздравят женщин округа с 8 марта. Планируется, что накануне праздника в Наринмаре пройдет флэш-моб. Об этом и других событиях в ближайшие 20 минут. Еще 4 заболевших коронавирусной инфекцией зарегистрированы в Ненецком округе за прошедшие сутки. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Заболевшие жители Наринмара. Таким образом, с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 1028 случаев COVID-19. За сутки выздоровели 3 человека. На лечении под наблюдением с диагнозом COVID-19 находится 38 пациентов, в том числе один бессимптомный носитель. Из них в стационаре получают лечение 16 человек, 22 человека на амбулаторном лечении. Напоминаем, что в Ненецком округе действует режим повышенной готовности, а также меры, направленные на недопущение распространения коронавирусной инфекции, в том числе режим самоизоляции для граждан, прибывающих с территории других регионов. Масочный режим. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу. По короткому номеру 122. Звонок бесплатный с мобильных и городских телефонов. Записаться на вакцинацию от коронавируса в Наринмаре и Заполярном районе можно через портал госуслуг по единому номеру горячей линии 122, а также в своей медорганизации. И в продолжении темы. По состоянию на 4 марта от коронавируса в Ненецком автономном округе привились 2158 человек. Первый этап вакцинации прошли 1218 жителей региона. Завершили вакцинацию 940. Такие данные приводят в Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа. Как сообщили в профильном ведомстве, в регионе ведется активная вакцинация жителей сел. С начала этого года вакцина уже была доставлена в Вандик, Налиминоз, Ому, Амдраму, Несь, Коткина, Чижу, Оксина, Хангурей, Каменку, Тельвиску, Нижнюю Пешу, Верхнюю Пешу и Волоковую. 4 марта ее отправили в Волангу, Белушьи, Красная, Великовисочная, Лабожская, Щелина, Тошвиску, Былимиц и Харивер. 5 марта вакцину доставят в Кую и Макарова. На следующей неделе термобокс с однокомпонентом вакцины будет направлен в Чижу, со вторым компонентом в Андраму, Несь, Нижнюю Пешу и Антик. А вот в селе Коткино в начале марта уже приступают ко второму этапу вакцинации. Первый этап вакцинации был проведен с 9 февраля. Вакцина в наличии на второй этап вакцинации у нас имеется, и поэтому желающие получить прививки от коронавирусной инфекции, они могут подходить. Сделать прививку от коронавируса могут все желающие жители Ненецкого автономного округа в возрасте от 18 лет и старше, не имеющие противопоказаний. К ним относятся беременность, кормление грудью, ОРВИ, острые инфекционные заболевания, в том числе ЖКТ, злокачественные новообразования, а также прием противоопухолевых и противовирусных препаратов. Отметим, что проведение дополнительных исследований перед вакцинацией от COVID-19 не требуется. Исследование необходимо только тем гражданам, у которых новая коронавирусная инфекция была подтверждена, и кто получил соответствующее лечение, а после решил вакцинироваться. Как сообщили в профильном ведомстве, остальным гражданам специально обследоваться на антитела нет необходимости. Согласно рекомендации Минздрава России, делать прививку после зарегистрированной перенесенной инфекции можно лишь через 6 месяцев. Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный встретился с активом правления Ненецкой окружной организации Всероссийское общество инвалидов. В рамках встречи глава региона и представители общества обсудили вопросы, касающиеся механизма межведомственного взаимодействия по предоставлению региональных компенсационных социальных выплат по инвалидности жителям малонаселенных пунктов округа, а также финансирования зубопротезной помощи для молодых инвалидов. Первый вопрос, который обсудили на встрече, касался подачи заявлений на предоставление региональных выплат по инвалидности жителям окружных сел. То есть для того, чтобы подать заявление на эту выплату, инвалидам необходимо добраться до муниципального образования и через окно МФЦ подать заявление. Но у кого-то не хватает здоровья, у кого-то транспорта. В связи с этим возникают трудности. В ходе встречи Юрий Бездудный предложил во взаимодействии с главами муниципальных образований организовать доставку документов в МФЦ. Параллельно прорабатываются изменения в порядке предоставления мер социальной поддержки, результатом которых будет переход от заявительного к беззаявительному характеру перерегистрации ранее назначенных выплат. То есть за назначением региональной выплаты заявитель обращается единожды, а перерегистрация будет осуществляться отделением социальной защиты на основании данных, полученных в рамках межведомственного взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти. Следующей темой разговора стал вопрос о финансировании зубопротезирования молодых инвалидов. По словам Надежды Ковалевской, категория молодых людей, в основном третья группа инвалидности, защищена в меньшей степени, в отличие от первой и второй групп инвалидности и граждан пожилого возраста. В этой связи возникает необходимость дополнительного финансирования для проведения зубопротезирования молодых инвалидов. Глава региона согласился с существующей проблемой и сообщил, что готов проработать этот вопрос со специалистами, чтобы оценить его затратную часть. 12 тысяч тюльпанов, конечно, не миллион алых роз, но жительницы Заполярье останутся довольны. Накануне праздника дня 8 марта в тепличном комбинате «Солнышко» с рабочей поездкой побывал губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный. Глава региона вместе с руководством Ненецкой агропромышленной компании обсудил текущую деятельность и перспективы дальнейшего развития предприятия. Подробности далее. Вся этих лица была под тюльпаны? Да, 12 тысяч тюльпанов. Сейчас в грунте осталось всего 1100 тюльпанов. Остальные уже срезаны и ожидают отправки. Практически весь ассортимент этих весенних цветов разобрали по заявкам организации «Частные покупатели». Наринмарские тюльпаны пользуются огромным спросом у населения. «Высокие морозы и солнце. И нам эта солнечная радиация помогла, так сказать, дружный всход получить». «А не раньше вызвали?» «Нет, не раньше. Всё по срокам». Тепличный комбинат – структурное подразделение акционерного общества Ненецкая агропромышленная компания. За 2020 год на предприятии произведено более 50 тонн огурцов, 0,8 тонны томатов и более 4,5 тонн прочих овощей. Кроме цветов, тепличный комбинат ориентируется на выращивание овощей и зеленых культур. На землях солнышко выращивают огурцы, томаты, редис, укроп, петрушку, лук, сельдерей, кинзу, базилик и цветы. В том числе и комнатные. В начале апреля ожидается сбор первого урожая огурцов. «В начале апреля у нас уже будет первый сбор, даже, может, в конце марта, как правильно. Да, после 25-го, всё, уже первый сбор огурцов». Юрий Бездудный отметил роль предприятия в обеспечении продовольственной безопасности региона. Предприятие производит большое количество зелени и овощей, которые поступают в магазины округа. Только огурцов здесь выращивается более 50 тонн в год. «В целом комбинат выращивает очень много продукции, не только цветов. Цветы – это сезонное, большое количество овощей, зелени, овощи, зелень. Они поступают в магазины, в торговую сеть и, собственно, на столы наших жителей, к нам. Поэтому, представьте, только огурцов выращивается более 50 тонн. Представляете, сколько это?» Но потенциал тепличного комбината может быть и больше. Например, круглогодичное выращивание огурцов. Не только с апреля по сентябрь. На обороте продукции сказывается недостаток площадей. «Очевидно, что не хватает площадей, тепличных площадей. Их нужно увеличивать. И здесь нужно находить какие-то решения для того, чтобы количество площади тепличной было увеличено. Мы это обсуждаем, и я надеюсь, какое-то решение мы обязательно найдем». Теплицы работают круглый год. Осуществляется чередование посевов зимой лук и зелень. 110 тысяч упаковок, 13 различных наименований. А весной и летом огурцы и томаты. Планируется, что в этом сезоне теплицы снимут урожай огурцов в 65 тонн. «У нас условия не меняются вообще. Мы много лет на полутора теплицах выращиваем. И примерно плюс-минус 5 тонн где-то так вот и есть. Когда-то 55 тонн, когда-то 67 тонн. Вот в пределах этих вот так варьируем». Огурцы в солнышке выращиваются по традиционной технологии в грунте. Считается, что так они вкуснее. В планах предприятия перейти на капельный полив. «Есть у нас мысль перейти на капельный полив. То есть под каждый кустик огурца будет подведена индивидуальная капельница. Это позволит увеличить урожай». Чтобы перейти на круглогодичное выращивание овощей, теплицы потребуются 400-500 миллионов рублей. Это новые технологии и увеличение мощностей. Найти эти деньги агропромышленной компании самостоятельно нереально. Нужна поддержка округа. «Ну да, мы понимаем, что если бы у нас сегодня до 3-4 гектар площадь была, и с его оборота, если бы он был круглогодичный, то продукция была бы наша круглогодичная. На сегодняшний день, вот мы говорим с апреля по сентября, наша огурец и наш томат. Хотя томатов тоже видели, там очень-очень мало. Это крохи, мы полторы тонны выращиваем томатов. Нет земли». Новые мощности дадут новые возможности. И разговор об этом руководство агропромышленной компании ведёт не один год. В своё время был сделан проект строительства дополнительных теплиц, но так и не реализован. «Когда будет круглогодичный цикл выращивания продукции, цены, конечно, снизятся. Потому что вы все в магазины ходите, весной у нас огурец. Да он уже сегодня за 300 в городе такой же появится и наш». Глава региона дал поручение Департаменту природных ресурсов экологии агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа проработать вопрос об увеличении тепличных площадей. В Ненецком автономном округе подвели итоги интеллектуальных соревнований. По результатам регионального этапа Олимпиады в этом учебном году выявлено 24 победителя и 144 призёров с 9 по 11 классы. Как сообщили в Департаменте образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа, Олимпиада проводилась по 20 общеобразовательным предметам – литературе, русскому языку, информатике, химии, ОБЖ, физике, биологии, астрономии, экономике, праву, общество знанию, экологии, математики, истории, географии, физической культуре, искусству, технологии, английскому и немецкому языкам. Большинство школьников участвовали в интеллектуальных состязаниях сразу по нескольким дисциплинам. Финальное состязание регионального этапа Всероссийской Олимпиады состоялось 22 февраля. В школьном этапе интеллектуальных состязаний в текущем учебном году было написано более 6 тысяч работ, в муниципальном – более 2 тысяч. Традиционно в Олимпиадах участвует каждый третий ученик. Кроме того, ежегодно в Ненецком автономном округе проводится Олимпиада школьников по родному ненецкому языку. В ней принимают участие ученики 4-11 классов. Олимпиада по родному языку – это одна из эффективных форм приобщения учащихся к сохранению и развитию культуры ненецкого народа, повышению интереса к изучению родного языка. В этом учебном году в региональном этапе Олимпиады по родному языку приняли участие 29 учеников из школ имени Пырерки в городе Нарьинмаре, села Ома, поселка Фнельминнос, Каратайка, Красная Индига. Не более 3,5 тонн зимняя дорога Нарьинмар-Тельвиска открыта для движения транспорта. Ограничения по массе связаны с состоянием переправы на протоке Казенная Виска. Протяженность сезонной трассы Нарьинмар-Тельвиска почти 6 километров. Сюда входит и ледовая переправа через протоку Казенная Виска. Пока в регионе стояли морозы, по трассе можно было проехать транспорту с массой до 20 тонн. Однако первое потепление принесло и первые трудности. А воду выдавило же на лёд. Срус образовался. Таяние снега произошло, и образовалась вода на льду. Вода перекрыта. На данный момент зимник открыт для движения легкового транспорта массой до 3,5 тонн. Напомню, временная трасса Нарьинмар-Тельвиска в этом сезоне в связи с отсутствием большого снежного покрова был открыт в начале января. Как отмечают автолюбители, к содержанию дороги особых претензий нет. Но не мешало бы дополнительно залить трассу в некоторых местах. Наверное, залить надо получше. Но с учётом того, что не было снега, это такие вот и минусы. То есть, что только легковые проедут, потом такую вот кашу начинают делать, когда оттепель. То есть, такого относительно, я думаю, не должно быть. Вот этот вот съезд, его надо было промораживать, пока морозы были, чтобы толщина льда была больше. Тогда бы он не раскис. Чистят всё хорошо, но ещё желание, конечно, здесь вот-то практически не пролито. До первых тёплых лучей солнца тут будет каша. Дороги не будет. Об устройствам и содержанием временной трассы за счёт средств окружного бюджета в этом году занимается компания «Автомаркет». В 2019 году по итогам торгов с организацией был заключён двухлетний контракт общей стоимостью порядка 11 миллионов рублей. Александра Литкова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Жители Ненецкого округа могут принять участие в 17-м конкурсе социальных и культурных проектов компании «Лукойл» в Республике Коми и Ненецком автономном округе. Об этом сообщает пресс-служба компании «Лукойл Коми». Заявки принимаются с 4 марта по 30 апреля 2021 года в традиционных для конкурса номинациях «Духовность и культура, спорт, экология и новой инновации», объявленного в честь 30-летия компании «Лукойл». В дебютной для конкурса номинации «Инновации» ждут проекты, посвящённые достижениям в области прикладной науки, развитию новых технологий, применению инновационных разработок на практике, отметили в пресс-службе. К участию допускаются некоммерческие, негосударственные, государственные, муниципальные, бюджетные и автономные организации, общественные объединения, органы местного самоуправления, профсоюзы, организации, физические лица и коммерческие организации, ведущие деятельность на территории Коми и Ненецкого автономного округа. Ключевую роль в определении победителей грантового конкурса играет значимость предложенной инициативы для населённого пункта, который представляет автор. С более подробной информацией об условиях участия можно ознакомиться на сайте «Лукоил Коми» в разделе «Ответственность». Имена победителей конкурса этого года объявят до конца мая. Отметим, конкурс социальных и культурных проектов в Коми и Ненецком автономном округе проходит с 2005 года. За это время участие в нём приняли свыше 1700 проектов, более 400 были отмечены грантами. Организаторами конкурса в Тиманой Печоре традиционно являются «Лукоил Коми» и благотворительный фонд «Лукоил». Конкурс прошлого года стал рекордным по количеству присланных заявок. В нём участвовало свыше 400 претендентов. В числе победителей 81 проект. Сумма грантовых средств, направленных на их реализацию, составила 19,5 миллионов рублей. Поздравления с Международным женским днём по Арктический Ненецкий округ примет участие во всероссийской акции «Вам любимые». Данная акция посвящена представителям прекрасного пола. Мужская часть населения нашей огромной планеты хочет поздравить наших любимых женщин, прекрасных дам, выразить им свою любовь и чувство благодарности. Особенно тем женщинам, которые в это время стоят на передовой в борьбе с ковидом, предприятиях, которые неостанавливаем от цикла, военнослужащим, представителям силовых структур, медикам. Всем-всем женщин, кто стоит у нас на передовой сейчас. Сильная мужская половина округа решила организовать необычный флешмоб с помощью по-настоящему северной техники снегоходов. Посредством данного вида транспорта хотим на Качгартинской курьи выложить поздравление с 8 марта нашим женщинам. Конечно же, призываем мужчин, владеющим данной техники, откликнуться, помочь, потому что чем больше снегоходов будет, нам не важен тип снегохода, буран это, снегоход, может быть даже мотособака пойдет, будет каким-нибудь символом, восклицание. То есть вот таким вот образом. Безусловно, хотим подснять это, сказать поздравления, ну и запустить в социальных сетях в качестве поздравления нашим милым дамам. Флешмоб пройдет 6 марта в 14.00 в районе Качгартинской курьи. Уточнить информацию можно у координатора флешмоба по номеру телефона, который вы видите на своих экранах. И на этом у меня все. Далее прогноз погоды. Оставайтесь с нами. Продолжение следует. Продолжение следует.